Снова здравствуйте, уважаемые телезрители. Если вы только что включили ваш телевизионный приемник, я вам напоминаю, что в эфире телеканала О2 очередной выпуск программы Learn Music. Говорим мы сегодня о текстах песен, светских песен, как выяснилось в первом отделении нашего исследования. И вы сюда можете позвонить по телефону 645-9297, задать свой вопрос, поучаствовать в дискуссии. Ну а как это у нас принято, каждое из отделений начинается с музыки. У нас сегодня в гостях группа Баклуши Бит. Она естественна была, он был на расстоянии бездны. Ее незримо два крыла, храня-то он все по отвесной. Пересеченье орбит, нет, но зато есть отраженье. Так время делает кульпит издалека до двух сожжений. Нюанс, деталь, не знал, не замечал, как жаль. Деталь, нюанс, Немного долгу в суете, да вы, но немного долгу. Ладь исполняет фуете, что в этой грации для волка. Но время делает кульпит и строчки, и строчки эти не прогнась. Деталь, нюанс, деталь, нюанс. Нюанс, деталь, не знал, не замечал, как жаль. Деталь, нюанс, И строчки эти все про нас. Деталь, нюанс. 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 Спасибо. Хотелось вас попросить раскрыть подробнее термин «городской романс». Расскажите, пожалуйста, откуда он произошел и какие отличительные особенности именно «городского романса». Что это такое? Что это за разновидность светской песни? Вот я признаюсь, честно, глубоко открыть я не смогу, я расскажу, как я это понимаю, если можно. Собственно говоря, это тот самый фольклор улиц, который вышел из тех самых подворотен, подъездов и прочих. Подвалов и помоек ты сейчас еще скажешь, мне кажется, нет? Нет, я этого не скажу, но основа все-таки города, она оттуда. Естественно, то, что просачивалось в салоны поэтами салонными и композиторами, перерабатывалось и облекалось уже в форму вот той самой песни. Собственно говоря, это та же самая песня, на самом деле. Но жанр ее, он близок к характеру улицы, скорее. Саша, а какова цель исполнения именно «городского романса»? То есть это себя показать, барышню соблазнить, стихи красивые, чтобы на музыку положить. Вот чем отличается этот жанр от, предположим, маршей или каких-нибудь правительственных песен? Я думаю, что это хотят услышать. На самом деле, себя показать и барышню увлечь, это в основе любого творчества, на самом деле. То есть можно и при помощи марша, если умело подойти, да? Конечно, конечно. Можно? Да, конечно. Просто городской романс, он вот сильно отличается даже от салонного романса тем, что он всегда, даже если это жесткая блатная песня, это же тоже городской романс, по сути. Он все равно очень камерный, очень доверительный и очень душевный. Это вот то самое, что выкладывается вот из уст в уши. То есть такая малая форма. Это очень камерная форма. То есть это не марш, который можно сыграть на целую площадь, и легионы будут драгнахостом. Нет, это вот такая очень интимная беседа, может быть даже откровение какое-то. Не зря вот у нас в России так прижился жанр шансона, да? Потому что там вот это вот, а вот, братва, давайте мы сейчас… Это тоже, кстати, отдельная тема, потому что вот… Это отдельная тема, но там вот этот момент этой интимности присутствует. Жангляж вот этими… А вот это уже отдельная тема. Да, 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 поэтому… Ребята, поконкретнее, что-то у вас растекаетесь вы. Но мы друг друга… Да, мы это друг друга поняли, я не знаю, как девушка, которая задала вопрос. Ты микрофон зря унес, тут сейчас дискуссия развернулась. Для меня очень интересно именно понять, откуда пошло разделение на термин «городской романс», с какого периода это взяло исток, и чем это было обосновано. Вот не подскажу я, вот сейчас я не готов подсказать… Нет, это очень просто, Саша, это я могу сказать, да. Дело в том, что романс изначально как жанр был салонный под фортепиано, с нотами там «Барышни в кринолинах», вот все дела там еще. Это темно-пишневая шаль. А вот это уже городской. Причем развитие городского романса возникло просто с внедрением гитары семиструнной. Вот это произошло в конце, массово произошло в конце 19-го. А там, где стало возможно взять с собой куда-то на природу и сакомпанировать. Прости, Костя, я не зря осекся, но не в конце 19-го века, это было раньше. Это было раньше, и это первая половина все-таки 19-го века. А композитор Доргомышский, написавший, он был титулярный советник, она «Генеральская дочь», это еще не городской романс? Можно и так. Можно и городским назвать. Под гитару можно же исполнить. Конечно. Под гитару много чего можно исполнить. Дискуссия зашла в некоторое роде в тупик, но думаю, что сойдемся мы на середине 19-го века. Видимо, так вот. Маленькая девочка Со взглядом волчица Я тоже когда-то Был самоубийцей А ну и что с того, что вчера я Прилетел из Амстердама 25 лет на сцене Производитель гитар Крафтер Поздравляет легендарную группу Крематорий С юбилеем!